Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришёл следующий вопрос. Чётное и нечётное количество цветов в букете. Как к этому относиться христианину? Хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что даже христиане думают, что здесь есть какой-то глубокий смысл. На самом деле, этот смысл укореняется нашей уже давно ушедшей советской традицией. Во всём мире никто не заморачивается количеством цветов. Купили букеты, купили. Сколько там цветов никто не считает. У могилы усопшего – хорошо, на свадьбу – хорошо, на день рождения – хорошо. Потом покупают 20-30-40 цветов. Один. И всё. Никто особо и не думает. Но вот в нашу советскую и, соответственно, уже российскую действительность вошла вот эта традиция, что умершим чётное число, живым – нечётное. И попробуй только своей любимой или учительнице подарить чётное число. Там будет не 100 роз, а 99, ещё что возьмёт и пересчитает. Скажет, ага, это с намёком. Ой, друзья мои, если бы мы перестали искать намёки, там, где их нет, перестали читать между строк, наверное, у нас было бы не 75 разводов на 100 семей, а 1. И то нечаянно. Поэтому, с одной стороны, если вам уже какое-то количество неправильно подарили 100, то не надо здесь видеть какой-то злой умысел. Ну, может, действительно, кто-то там нечаянно не доложил или переложил. С другой стороны, не надо принципиально своей девушке дарить два цветочка, потому что батюшка на экзегете сказал, что это всё ерунда, это всё не по-христиански, держи два. А сам про себя думал, ну, классно, на третьем сэкономил. Поэтому уж есть такая традиция, но, наверное, нарушать особо не стоит. Где уж точно можно нарушить без какой-либо, без каких-либо последствий для себя это точно уж на кладбище. Принесли, сколько там, 51 цветочек, и никто считать не будет, и покойник точно не обидится. Главное, чтобы это не стало для нас болезненным суеверием. Хочешь 22 розочки купить себе, ну, купи две, бывает, хочешь, чтобы на столе стояло какое-то количество цветов. Вот вся эта нумерология, вся эта псевдо-духовная жизнь, которая связана с каким-либо количеством и цифрами, это всё нам противоестественно. Живите спокойно, ничего не считайте, и уж тем более не думайте, что количество цветов в вашем букете каким-нибудь образом имеет отношение к религии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok